На колчака и по тайге бессонной, На ощупь, спотыкаясь и кленя, Бредём туда, где золотопогонный Ночной дозор маячит у огня. Ой, пуля, спой свинцовую синицей, Клыком кабаньем навострись, штык, Удар в удар, кровавым потом, Лица закапаны, и онемел язык, Самолой горючий закипает злоба, Упрись, опень, штыком надай вперёд, А сзади со звездой широколобой Уже на помощь конница идёт, Скипелась кровь в сраженье непрестанном, И сердце улеем поёт в дупле, Колчак развеян пылью и туманом В таёжных дебрях по крутой земле. Весной 1917 года в Самаре, как и повсюду, пылал бунт, разрушение и ненависти, Вырвавшийся на волю после нескольких лет войны. Рабочие, раненые в госпиталях и даже гимназистки и гимназисты, Все говорили только о политике и о власти. Шумел и расквартированный в Самаре 70-тысячный солдатский гарнизон, В котором всё чаще раздавались голоса против Временного правительства, За власть Советов и за Ленина. Раздавались такие голоса и на солдатских митингах и собраниях, Где нередко видели солдата, расквартированного, Вот в этих казармах 143-го запасного полка Василия Блюхера. Невысокого роста, молчаливый, с наголо бритой головой И сильными руками боксёра он выделялся своей твёрдостью и уверенностью. Когда ему приходилось говорить, говорил коротко, обрывочно, Не любил истерического многословия. Никакой поддержки Временному правительству. Нам не нужна парламентская республика. Нам нужна республика бодратских, рабочих и крестьянских депутатов По всей стране, сверху донизу. Кто это такой? Откуда? Блюхер? Какой блюхер? Никто не знал, кто он и откуда. Да и не было времени расспрашивать солдата Блюхера о деталях его биографии. В то время в России все родились в феврале 17-го, а всё, что было до этого, было неважно. Да, всё, что было до, теперь было неважно. И всё это надо было теперь забыть. Гораздо важнее был сегодняшний день, когда решалась судьба страны каждый час, каждую минуту. Ну и, конечно, будущее, в которое пока никто не мог заглянуть, но всё равно шёл навстречу ему и вёл за собой других. Первая! 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 Да-да! Да, да, слушай, слушай! Чего? Да-да-да-да-да-да! Сейчас! Товарищ Блюхер вызывает из ударно-огневой бригады! Что вы кричите? У меня хороший слух. Ну, что там у них? У них танки, товарищ Ночил. Чего им сказать? Скажите, что хорошо. Алло, анимай! Нет, это не Блюхер. Это я, Тимка. Ну, чего ты орёшь? Я же не глухой. Передал. Товарищ Ночил сказал, хорошо, мол. От того хорошего, что вам на танке огнемёты дадены. Скажи, говорит, комбрику, хорошо, мол, что у него огнемёты на готове. Понял, нет? Отбой! К октябрю Самара была уже в температуре всероссийского бреда. Крестьяне валили леса, жгли имения, готовилась отлететь последняя тень власти. 26 октября в хрипе ночных споров в театре цирки «Олимп» решалась судьба власти в городе. Под рукоплескание и крики прокуренного театра председатель собрания Валериан Куйбышев огласил единодушно принятую резолюцию. Собрание объявляет, что единственной властью в стране демократия Самары признаёт власть Советов. Собрание выбирает из своей среды революционный комитет, обладающий неограниченными возможностями борьбы с правительством и контрреволюцией. Так, в заполненном полупьяными солдатами и в заплёванном семечками театре «Олимп» родился Самарский октябрь. Вслед за Питером и Москвой богатый волжский город отвалил от берегов февральской революции. Блюхер тоже присутствовал в театре цирки «Олимп» в эту ночь. Он не выступал, но солдаты прекрасно знали, что нет в Самаре твёрже слова, чем его слово Блюхера. Поэтому, когда уставший от споров и хрипов Куйбышев повалился в председательское кресло и начал составлять список членов революционного комитета, из зала закричали «Блюхера давай! Блюхера!». В октябре 1917-го Василию Блюхеру было 28 лет. Позади было детство в крестьянской семье в Ярославской губернии, полтора месяца учёбы в церковно-приходской школе, работа мальчиком в одном из магазинов Петербурга и затем работа на Мытищинском вагоностроительном заводе. Впереди было многое, о чём не мог знать ни он сам, ни кто другой из тех, кто сидел сейчас в зале театра «Цирка «Олимп». Василий Константинович, однако похлебайте ещё, а! Какой день не емши? Второй день. Василий Константинович. Товарищ Нождев, седьмой танк встал. Приказно передать летят терапланы противникам. Однако аэропланы могли бы и подождать, видишь, щи дохлебать не дам. 27 октября в 6 утра там же, в цирке «Олимп», началось заседание избранного революционного комитета Ревкома. Одним из первых вопросов было назначение военного комиссара командующему солдатским гарнизоном генералу Савич Заблодскому. Были выдвинуты две кандидатуры – прапорщика Мельникова и солдата Блюхера. Комиссаром был выбран Мельников, помощником комиссара Блюхер. Прямо с заседания, взяв первого попавшегося извозчика, Мельников и Блюхер отправились в штаб, находившийся в одной из вот этих казарм. Первым в кабинет начальника корпуса вошел Блюхер, гражданин генерал. Революционный комитет назначил нас комиссарами при командующем корпусом. То есть при мне, уточнил генерал. Так точно, при вас, подтвердил Блюхер. «В таком случае я должен отдать приказ о вашем назначении?» – поинтересовался начальник корпуса. «Правильно!» – снова согласился Блюхер. И через несколько минут уже держал в руках бумагу, согласно которой он и Мельников обладали полномочиями отдавать приказы командиром полков и батарей, а также полковым и батарейным комиссаром. С этой подписанной генералом Савич Заблотским бумаги и началась военная карьера Василия Блюхера, который уже 29 октября с двумя ротами солдат разоружил казачью сотню на трубочном заводе. В ту же ночь отряды Красной гвардии под его руководством несколько раз обыскали редакцию и типографию газеты «Волжское слово», а также захватили телеграф. В штабе, да и не только в штабе, быстро поняли, что с этим человеком разговоры коротки, потому что в море анархии и демагогии он и воплощал с собою ту самую твердую власть, которой верили и за которой шли. Еще никто не знал, что совсем скоро Блюхер будет командовать не ротой, а имя его будет известно всей стране. Ну так как, Василий Константинович? После трех штурмов в полках до 60-70% потерь. Местность как стол, ямки нет. На турецком валу проволока, сплошь бетонированные блиндажи. С юшунской позиции сюда достают орудия крупных калибров 10, даже 12 дюймов. Штурмовать в лоб бессмысленно. Вы это хотите доказать? Слава Блюхера – это отблеск славы величайшей в мире революции. Он ее сын, солдат и полководец. Он обладает личными качествами, свойственными гражданину социалистической страны и полководцу рабочей армии. Он спокоен, смел, скромен, тверд и надежен. Так начинался очерк Константина Паустовского о маршале Блюхере, напечатанной в одном из номеров журнала «Новый мир» за 1938 год. К этому времени имя Блюхера стало легендарным. Ведь это именно он был награжден самым первым советским орденом Красного Знамени, разработанным специально для того, чтобы наградить им его, отличившегося в боях с белогвардейцами. Потом будет штурм Перекопа, освобождение Крыма от белых, второй орден Красного Знамени, Монголия, Китай, командование особой дальневосточной армией, звание маршала, имя Блюхера, окружено легендой освободителя, писал о нем Паустовский. Ни один из полководцев прошлого не мог бы сказать так, как он. Волочаевская эпопея показала миру, как могут драться люди, которые хотят быть свободными. Маршал Василий Константинович Блюхер умер 9 ноября 1938 года в кабинете врача внутренней тюрьмы. Перед этим он подписал признание в антисоветской организации и военном заговоре. По официальной версии, смерть наступила от закупорки легочной артерии тромбом. По другой, неофициальной, перед смертью ему вырвали глаз и избили до такой степени, что теперь его не могли бы узнать даже самые близкие люди. И снова бой от дымного потопа не уберечься, не уйти назад. Горячим ветром тянет с перекопа, гудит пожар и пушки голосят. Вот рудная и тягостная слава В лиманах едких, стоя босиком в соленом зное, Медленно, как лава, мы сторожим, склонившись над ружьем, И разогнав крутые волны дыма, Забрызганные кровью и в пыли, По берегам широкошумным Крыма Мы яростное знамя пронесли. И перекоп, перешагнув кровавый, Прославив молот и гремучий серп, Мы грубой и торжественною славой Свой пятипалой окружили герб. Свой пятипалой окружили герб.